Друзья, добрый день! Сегодня хочу вам рассказать, как проверить в стиральной машинке TEN и как до него добраться. Это будет на премьере стиральной машинки LG, где у нас TEN находится спереди. Может быть для кого-то это очень просто, но я хочу показать это, как это делается пошагово. Потому что, например, сегодня у меня отказал генератор в моей машине, и вы знаете, замена щеток оказывается в генераторе. Я сам зашел на YouTube и посмотрел, как пошагово, как для чайников, что разбирается и как оно меняется. Мне было интересно, хотя опыт у меня в этом вопросе большой по замене щеток в стиральных машинках. Итак, перейдем к стиральной машинке LG. Смотрите, ну тут я думаю, что не нужно будет показываться, что нужно снять верхнюю крышку. И вот, вот эта вот часть, выкручивается она двумя болтами. Здесь раз и два, вот два болта. И еще вон с той вот стороны, вон с той стороны, тоже два маленьких болтика. Вот здесь вот и вот здесь вот. Но это конкретно в этой модели. После этого мы открываем люк. И у нас здесь есть две части, до которых можно добраться, если вы хотите снять люк. Вот, нам нужно будет выкрутить вот эти вот части. Вот. Это если вы хотите снять переднюю часть. Если вам нужно снять только, добраться до тена, то смотрите, у нас здесь есть, можно вставить вот эту твердочку и подогнуть пластмассовую часть. Например, в Самсунгах вам придется откручивать переднюю панель полностью и никуда вы от этого не денетесь. Вы знаете, решил показать, как разбирается, забыл сам про два винта. Раз. И там. Секундочку. Два. Два. Есть. Отщелкнули. Вставляем отвертку и... Видите, вытаскиваем. Вот. Раз. Два. Раз. Два. Чтобы добраться до тена, я напомню, что в Самсунгах вам нужно будет откручить вот эту часть и вот снять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Для чего я снял верхнюю часть? Я просто хочу снять, сделать контроль по тену. Если, например, он работает, но не срабатывает реле. То есть нужны будут токовые клещи, поэтому я снял верхнюю часть. В данном случае она нам не понадобится. Снимаем блок. Раз. Два. Здесь очень хитрая система. Она делается вот так вот. Смотрите. Просто многие не знают, как ее вытащить. Вот. Все. Вот таким вот образом она у нас вытаскивается. Все. Мы получили доступ к тену. Хочу напомнить, что может быть у некоторых моделей, если бы мы не вытащили из розетки, а я из розетки, естественно, не вытащил, то у нас один из контактов может быть под напряжением, например, фаза или ноль. Как повезло или не повезло. Что мы делаем после этого? Смотрите. Вот наш тен. Сначала показываю рабочий. Вот он. Вот рабочий тен. Мы ставим на сопротивление, на килоомы. Можно даже поставить на омы. Потому что у нас значение должно быть около 30 Ом. Приблизительно. Вот. Ставим сюда и подносим. К двум противоположным контактам. Вот у нас показалось там 39 Ом. Потому что у нас тен 1,7 кВт, а соответственно, там будет около 40 Ом. Вот наш сгоревший тен. Он показывает у нас ноль. Он сгорел. Хотя, если мы поднесем его на землю, то, вы знаете, у него нет ни утечек. И он вообще никак не звонится. Бывают еще тены у нас вот такие вот. Это у нас, грубо говоря, 1950 Вт. 2 кВт. Значит, соответственно, он должен звониться уже не 39 Ом, а, по-моему, 29. Сейчас посмотрим. 36. Но, видно, мой тестер немножко врет. Ну, скажем так, в районе 30 Ом должен звониться. Ну-ка, проверяем короткое замыкание. Да, видите, он пока... 10 Ом у него погрешность. Он добавляет 10 Ом. Это не принципиально. Как нам выкрутить тен? Вам понадобится головка на 10 или головка на 8. 8 вот сюда, вот оно идет. 10 у нас в данном случае идет вот сюда. Ну, сейчас сложно сказать. Я имею в виду, вы можете это сделать обыкновенным ключиком. Очень аккуратно вот так вот поставив и открутить. Можно это сделать, я это сделал уже. Все, сняли одну гаечку. А, видите, а дальше идет у нас на 8. То есть, вот бывает и так. Сначала на 10, потом на 8. Вот наша на 8. Все, есть. Ослабили резинку. Я обычно делаю еще вот так вот. Смотрите. Хотя, что-то она у нас есть. Провалилась. И после этого... Сейчас, секундочку. Нам нужно будет проделать вот такую вот операцию. Ну, я ее покажу, как я делаю. А вы уже как смотрите. Я беру за землю и... Ух ты! Делаю. Вот так вот оно не делается. Вот как раз с вами онлайн. Сейчас будем разбираться, как же вытащить такой темп. Для этого есть у нас отвертка. Тут нужно очень осторожно, чтобы не сломать пластик. Потому что, если вы ее сломаете, то все. Капец вашим будет страданием. Вы знаете, давно так не вытаскивался сложно. Честно вам сказать. Очень давно. Я их много поменял, но... Вот так вот сложно. Такого не было давно. Ну, видите, как раз повод. Если он сложно вытаскивается, можете еще вытащить термодатчик. Он немножко ослабит резинку. Есть. Термодатчик вытащили. Осталось попытаться вытащить еще резинку. Это я решил снять показательное видео. Интересно. Реально у нас здесь все плохо. А реально у нас здесь все плохо. А реально у нас резиночка не хочет вытаскиваться. Так что, если у вас будет подобная ситуация, друзья, не переживайте. Это нормально. Смотрите, что у нас здесь получилось. Я поддел. Сейчас я покажу. Просто я еще не вытащил до конца. Вот. Вот так вот вставляю отверточку. И вот так вот потихоньку поддеваю вот эту вот резинку. Видите? Вот таким вот образом. Все. Есть. Вот она. Посмотрим с вами. У-ху. Вот такая вот ерунда получилась. А почему не вынималась? По той простой причине, что... Видите? Вот эта вот внешняя юбочка. Сейчас я вам покажу, как она выглядит на нормальном тене. Вот, смотрите. Видите? Она здесь плоская. А здесь она чересчур получилась, видно, перетянутая. Ну, вот он. Этот вот тен. Ну, посмотрите, что получилось у нас с нагревательным элементом. Полный ужас. Ну, и он сгорел. Ну, мы поступим хитро. Мы такой же тен ставить не будем. Мы поставим 1,9 киловатта. С ним ничего не произойдет. Наверное, я еще предварительно там все почищу. Посмотрю. Хотя, я не знаю, войдет ли он куда-то. Просто, знаете, войдет. Вроде все хорошо. Ох ты, там даже проплавилось немножко. Не, наверное, поставим коротенький, старенький. Это будет лучше. Да, из-за перегрева, смотрите, я сейчас вам покажу. Нет, не видно. Сейчас поближе сделаю. Видите, вон, пластик аж оплавился. Потек. Но ничего не сделаю. Сейчас мы это почистим. Все аккуратно. И поставим тен обратно. В обратной последовательности. Так что, друзья, вот таким вот образом проверяем тен. Вытаскиваем тен. И ставим новый. Есть еще другой способ. Это в процессе эксплуатации, имея токовые клещи, вы просто можете сделать замер потребления тока. Вы знаете, я там почистил, но все-таки решил поставить его оригинальный тен, потому что большой там не входит из-за ограничения конструкции бака. Вставляем его вот так вот, очень просто. Термодатчик сразу вставляем. Берем головку на 8. Все, затянули. А, вот смотрите, еще из нюансов. Я просто это делаю одной рукой, я обычно такой косяк не делаю. Смотрите, я когда затягивал, посмотрите, на температурный датчик. Видите, он немножко выскочил. Для этого, когда мы затягиваем это все, смотрите, еще раз. Сейчас я отключу и покажу. Как раз очень здорово, что я это сделал. Потому что я автоматом на... Сейчас я откручу. Вы когда зажимаете тен, термодатчик нажимаете пальцем, иначе резинка его будет вытаскивать. Вытаскивать. Все. Теперь все хорошо. Теперь можно одевать обратно. Усилие, с которым затягиваем, да не должно быть, ну, знаете, фанатичным. Это резинка. Здесь не 2, не 3, не 4, не 5 атмосфер. Здесь минимальное количество атмосфер. Соответственно, можно затягивать, ну, вот так, на глазок, без фанатизма, потому что он здесь, в данном случае, у нас не нужен. Так, все, поставили землю, поставили, все, собрали. Теперь обратно надеваем док. Помните, да, у нас здесь очень хитро все. И не всегда все получается с первого раза. Все, есть. Все, готово. Теперь наша удача закрутить обратно, прикрепить его. Все, закрутили, поставили. Вставляем трубочку. Одеваем на ламели. Даже у меня не всегда получается это сделать. Видно, его здесь чуть-чуть вмяли уже когда-то. А, да. О, все, осталось два венчика. Раз. И два. Оставим себе на памяти. Ну, в данном случае, нам не понадобилось снимать, разбирать всю верхнюю часть. Это был пример того, как это можно делать на стиральных машинках Samsung. Раз. И. Сейчас я посмотрю, где еще здесь должна быть. Наверное, вот это. Или, а, вот это. Все, закрепили, зафиксировали. И два длинных шурупа со стороны порошка приемника. Раз. Все, два. Все, одеваем крышку и наша машинка готова. Все, друзья. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставим лайк. Пока.